Киевское командование отказывается разоружать бойцов, которые находятся в окружении в районе Дебальцево. По информации Минобороны ДНР, они ведут беспорядочный огонь из минометов и реактивных установок по позициям ополченцев, машинам наблюдателей и иногда даже по своим. Вырваться из окружения не дают, и украинские бойцы массово сдаются в плен. О том, что объявлено перемирие, многие из них узнают от ополченцев. Александр Катюба с места событий. Армии Донецкой и Луганской народных республик сомкнули котел вокруг Дебальцево. В окружении около 6 тысяч украинских солдат. У них кончаются боеприпасы и продовольствия. Пополнить их запасы невозможно. Ополченцы надежно контролируют все подступы к этой зоне. Передовые отряды народных республик уже в самом Дебальцево. О чем говорят кадры хроники. А это пленные украинские солдаты, 9 бойцов спецназа 8-го отдельного полка. Командиры сказали, что никакого котла нет и бросили их в наступление. Я тебе скажу одну правду. Это тоже украинские солдаты. Бойцы элитной 101-й бригады генерального штаба. Командовал ими вот этот лейтенант. Несколько дней они охранили блокпост без еды и боеприпасов. А потом решили сдаться. В котле вы не в котле? Что говорила команда? Ну, казалось, ничего. Дебальцево – стратегический объект. Здесь находится узловая железнодорожная станция, связывающая Донецк с Луганском. Именно здесь украинские генералы готовили плацдарм для наступления. Здесь возводились эшелонированные крепрайоны. Отсюда украинские артиллеристы вели огонь из всех орудий по ближайшим селам и городам. Болели кругом. Это освобожденные ополченцами села Никишино. Здесь руины. Разбиты школы и детские сады. Местным жителям возвращаться некуда. Все дома разбиты. Двигаемся по населенному пункту Никишино в сторону Редкодуба. Воронки от снарядов в человеческий рост. В селе Редкодуб картина аналогичная. Руины и разбитая военная техника. Населенный пункт Редкодуб. Уничтоженная техника и наши машины. Передвигаться по дорогам смертельно опасно. У меня снайперы здесь простреливают пути. Такой же смертельной опасности могут подвергнуться и наблюдатели ОБСЕ. Как и президент Порошенко в Минске, так и украинские военные вводят наблюдателей в заблуждение. Мол, в Дебальцево тишина. На самом деле здесь пекло и смерть. Украинские военные стреляют не разбирая. В рядах военных паника и страх. Из-за непрекращающихся обстрелов. Мы пока не имеем возможности провести там инженерную разведку и гарантировать безопасность трассы. При этом с утра мы услышали много заявлений из Киева о якобы нашем отказе пропустить по этой дороге в Дебальцево наблюдателями СИОБСЕ. Мы не можем расценивать подобные действия Киева. Иначе как спланированную провокацию против представителей авторитета международной организации с целью дальнейшего обвинения в адрес ДНР в срыве минских доваренностей. До тех пор, пока украинские войска не прекратят обстрелы населенных пунктов и дорог вокруг Дебальцево, никто не может гарантировать безопасность работы наблюдателей ОБСЕ в этом районе. Командование ополченцев с самого начала предложило украинским военнослужащим выйти, однако Киев отказался признавать факт окружения. Тысячи солдат оказались брошены на произвол судьбы. После соединений армий ЛНР и ДНР они обречены. Впрочем, шанс еще есть, надо только сложить оружие. Александр Кацуба, Вести.